Веселая категория до 91 килограмма и на ринге у нас Рахим Чехки в сборной России и Деонтей Уайлдер в сборной США. Вот интересно, сложно выговаривать. А для них сложно, там Ваня Подковыркин тоже сложно выговаривать. Ну это еще не самая сложная фамилия, Уайлдер это довольно распространенная фамилия. Ну Деонтей, ну что ж, бывают и такие имена тоже. Итак, очень интересный бой нам предстоит посмотреть, потому что еще один перспективный, еще одна надежда сборной России, с кем мы связываем очень большие планы, это Рахим Чехкиев. Да, очень мощный боксер, правосторонняя стойка, левша, ну будем говорить, боксер такого силового плана, такой невысокий нокаутер, очень жесткий, хлесткий. Вы знаете, вот мне он очень симпатичен, он такой работоспособный и безусловно, ну способный и очень скромный человек. Очень скромный человек и тоже хотел бы ему пожелать успеха на Олимпийском поприще. Ну вот с такими ударами, которые бьет американец, до Олимпиады можно и не дожить. Нужно быть внимательным, ты выходишь на ринг сильным соперником. Он также, я имею ввиду американского боксера, стал победителем двух турниров «Золотые перчатки» в 2006-2007 году. А ВВС не выиграл? Нет, ВВС не выиграл, он выиграл чемпионат США 2007 года. Но это достаточно уже, это достаточно приличный результат. Ему тоже 22 года, вот собственно 21-22, все как вот копилку в американской сборной. Я имею ввиду возраст. А вы знаете, вот опять же, начало поединка, Чехкиев населен на удар. Я про это всегда говорю, что когда боксер выходит, и он хочет просто ударить жестко, то редко, когда это сбывается. Ну может это вот какая-то горячность, все-таки южные ребята, я имею ввиду, боксеры из Чечни, а Чехкиев из Дагестана у нас. Ну хотят они в характере этого у них вот победить с явным преимуществом. Здесь есть одна вещь, о чем мы с вами не говорили. О том, что вот нету в углу Лебзика. Ну понятно, вот по данным причинам он уехал с боксерами, с двумя боксерами заворовать оставшиеся две путевки. И они не слушают никого так, как слушал Лебзика. Вот Александр Борисович сказал бы, было бы так. Вот я не знаю, о чем они говорят тут, о Чехкиеву в углу. Ну надо немножко помягче, надо немножко побыстрее. Да, может быть, надо быть пожестче и пожестче в движении. Нет, я имею ввиду пожестче советовать. Потому что Лебзяк скажет, как припечатает и все, они по неволе слушают. А вот я сговорил об этом, что Лебзяк пользуется большим авторитетом и уважением у боксера, потому что он выходец оттуда. Ну, давайте смотреть. Пока, во всяком случае, раунд не в пользу нашего боксера. 3-1 ведет Уайлдер. Есть о чем задуматься. Да, есть. И, значит, что касается Чехкиева, вы знаете, он немножко сжатый весь такой, весь вот на пружинах. Он прям вот... А надо расслабиться. Конечно, надо просто бросать руки. Ну, для этого нужно будет... Надо будет... Он ни одного удара с правой не ударил сбоку. Ни одного удара передней рукой. Он бьет сильнейшей левой рукой. Ну, правой рукой. Поработай, просто побросай. Вот видите, только подходит и сразу левой швыряет. Вот. И это будет... Очень большая амплитуда. Левая сбоку летит ее, видно. Ну, я не знаю. Можно в это время пообедать, выспаться, и после этого только этот удар прилетит. Вот так вот. Ну что ж, еще одно очко в копилку. Американского боксера, посмотрите, что он начал делать. Он свободнее стал чувствовать себя в ринге американской. Да, амплитуда левого бокового очень большая. Видно все, видно. Ну, ты подойди. Надо скрыть этот удар. Я думаю, ничего страшного еще не происходит. Просто немножко точнее. Американец. И неправильная тактика у Чекиева. Тактика этого поединка. И вот после этого, когда американец ударил справа, когда Уидлер ударил справа и не попал... Навстречу американец. Ну вот, посмотрим. Это атака решительная. Нет, сколько было. Боксера, нет. Я имею в виду, что все-таки удар ему засчитали. Счет сейчас стал 6-3. Чуть-чуть приблизился Раким к своему сопернику. Ну, и зал встрепенулся в очередной раз. Думаю, им это поможет. Вы знаете, эти ребята, вот американцы, которые боксируют сегодня на риге, на Олимпиаде зададут жару. Хорошая перспективная команда. Ну, а вы знаете, я вам скажу, дорогие друзья, перспективная команда. Мы в 76-м году выиграли. Вот сейчас хороший удар. Чуть-чуть побыстрее. И не такая широкая большая амплитуда и не видно удара. А в 76-м году мы выиграли на матчевой встрече. И ваш покорный слуга боксировал. Выиграли у команды Соединенных Штатов из 11-й категории. Мы выиграли 9-2. Для того времени это был потрясающий результат. 9-2. И на Олимпиаду 76-го года в Монреале приехала именно та команда, которую мы выиграли. Так вот, скажу вам, мы встречались. Семь наших боксеров встретилось с семью боксерами. Американцы. В счет 0-7 не в нашем пользу. А команда была... Это говорит о чем? Что они умеют делать выводы? Великая команда. Еще тут дополнить на рост. Это братья Спинцы. Это Шугар и Леонард. Это Дэвис. Это 54-чемпионы мира. Это все чемпионы мира среди профессионалов. Ну, в раз в сто лет. Как говорят американцы сами. Такая команда рождается раз в сто лет. И вдруг мы опять увидели команду, которая тоже рождается. Ну, не в сто лет, но в 25 лет. Ну, команда неплохая, скажем так. И Олимпийские перспективы у них есть. Вот повторный удар. Два слева. Чемпионы мира в составе... Ну, что ж, если счет комбатной встречи очень внушительный в пользу российских боксеров, то в этом поединке все еще впереди. Ничего не ясно. Очко преимущества у американского боксера. И третий раунд. Ну, что ж, Чехкиеву. Надо собраться. Надо действовать все-таки не так азартно. Включить голову. Я имею в виду то, что в голове. Ну, знаете, Чехкиев бьет одиночным слева сбоку. Вот если бы два слева сбоку, слева сбоку и повторный слева сбоку, тогда бы он попадал. Ну, оторвись, оторвись. Не стой, оторвись. Потому что ты проигрываешь, оторвись. Тебе надо попадать, а не американцу. Тебе нужно боксировать, тебе нужно выигрывать. Что я могу сказать точно по полу Чехкиева, что это очень волевой боксер. Он никогда просто так ничего не отдаст. Он будет бороться до последнего. Безусловно, он будет бороться, но вы знаете, мне очень нравится американец. Он полностью использует свое преимущество от физических данных. Рост, длина рук. Довольно быстро, хорошо чувствует дистанцию. И, казалось бы, такой субтильный для этой весовой категории. Но, очень упорно. Вот немножко, немножко, немножко Чехкиев стал взрываться. Повторные удары слева. И стал попадать. Ну, мы немножко угадываем с вами. Но взорваться. Три-четыре удара. Подойти. Вот, нет. А повторный слева. Слева, еще раз слева. И прошло. О чем мы с вами говорим? Повторный. Вот, все. Вот, и слева еще раз. Я имею в виду, слева сбоку. Он же летит за рукой. Промахивается. Американец отклоняется. Он не ждет второго. И вот тут прилетает второй. И попадает точно от цели. Ну, это... Кстати, Тимурзиев вот хорошо исполняет два боковых справа. Ну, когда он в хорошей форме, естественно. Ну, да, мы с вами говорили, что Чехи просто так ничего отдавать никому никогда не собирается. Хоть с ним будет боксировать, я не знаю. В лучшие годы Майкл Тайсон не отдаст Чехиев. Умрет, но не отдаст. Вот черта характера. Это мужской характер. Но надо выигрывать. После трех раундов счет ничейный. Ну, вот я думаю, что Рахиму нужно прибавить немножко. Сейчас вот в четвертом раунде прибавить за счет количества ударов. То есть повторные два слева, два справа, три удара. Понимаете, вот прибавить и все. И он подломает. Ну, вот он уже в минувшем раунде некоторые выводы сделал из своих ошибок начальных. Когда он абсолютно откровенно выцеливал, да, начал все-таки больше боксировать. Но если он прибавит именно в этом компоненте, то, думаю, ему удастся все-таки сломить соперника. На всякий случай, что касается Рахима Чехиева, он завоял путевку в упорнейшей борьбе с Роман Романчуком. В упорнейшей. И многие стояли на Романчука. Но Чехиев выиграл и вторым стал на чемпионате мира и издвоял путевку на Олимпиаду. И как бы там ни было, я считаю, что это Рахим Чехиев один из претендентов на Олимпийское золото. Да, многие говорили, что вот такой бесспорный лидер, как Роман Романчук в нашей сборной, талантливейший и одаренный матушкой природой. Очень здорово. Но именно такого боксера победить, это говорит о многом. Это о многом говорит. То есть Романчук, он талантлив, способен, у него, он как бы бог его создал для бокса, но я так немножко утрирую. А Рахим Чехиев за счет работоспособности, труда, веры, мужества, характера добился этого результата. Ну вот, ну вот, из последних сил, да, из последних сил бьет Романчук. Это во-первых удар по затылку, во-вторых бросок. Но, как бы так ни было, судьи углядели, здесь все-таки один точный удар американцев. Ну не надо бороться, разорвить дистанцию, я думаю, что секундант подскажет, ты проигрывай, поэтому ты проигрываешь. Уже секунданту поздно подсказывает, раунд-то заключительный. Нет, секундант подскажет, не надо бороться, ты проигрываешь очко, и тогда он понимает, что нужно будет. В борьбе он ничего не выиграет, а когда начнет боксировать, он может нанести удар или даже два и одержать победу. Очень здорово, ходит в клинч, американец не дает здесь ничего сделать нашему боксеру. И снова неудобная для Рахима дистанция, чересчур близко он подошел. Да, немножко устали, да не немножко, а просто устали. Просто устали, очень интересно посмотреть на команду американцев, как они переживают. Ну конечно, им хочется еще одно очко положить в копилку. Ну а наши зрители, естественно, поддерживают чип Киева. Вот из последних сил, из последних сил нанес удар, но и пропустил. Не бросайся без подготовки, не бросайся, не попадешь. Но последние секунды, именно сейчас надо решать этот бой, переводить его в свою пользу. Но ничего трагичного не происходит. Кстати, и любопытно посмотреть, вот за этим поединком в Новосибирске. Это в Новосибирске будет вторая встреча сборная России, сборная США. И вот эти соперники будут снова на аренду. Они снова поднимутся на аренду, да. И там посмотрим, какие выводы сделает наш боксер, да. Ну бой закончен, минимальное преимущество. И посмотрите, какая радость в американской сборной. Действительно. Второе очко в копилку сборной США. Принес Уайлдер по имени Дион Тей. Ну мы его поздравляем, конечно. Ну а будем ждать, конечно, нетерпением повторной встречи этих боксеров. Очень интересно. Вот повторный удар. Два слева. Чемпионы мира в составе России. Ну что ж, если счет комбатной встречи очень внушительный в пользу российских боксеров, то в этом поединке все еще впереди. Ничего не ясно. Очко преимущества у американского боксера. И третий раунд. Ну что ж, Чехкиеву. Надо собраться, надо действовать все-таки не так азартно. Включить голову, я имею в виду то, что в голове. Вы знаете, Чехкиев бьет одиночным слева сбоку. Вот если бы два слева сбоку, слева сбоку и повторный слева сбоку, тогда бы он попадал. Ну оторвись, оторвись. Не стой, оторвись. Потому что ты проигрываешь, оторвись. Тебе надо попадать, а не американцу. Тебе нужно боксировать, тебе нужно выигрывать. Что я могу сказать точно по поводу Чехкиева, что это очень волевой боксер. Он никогда просто так ничего не отдаст. Он будет бороться до последнего. Безусловно, он будет бороться, но вы знаете, мне очень нравится американец. Он полностью использует свое преимущество от физических данных. Рост, длина рук. Довольно быстро, хорошо чувствует дистанцию. И, казалось бы, такой субтильный для этой весовой категории, но... Вот немножко, немножко, немножко Чехкиев стал взрываться. Повторные удары слева и стал попадать. Ну, мы немножко угадываем с вами. Ну, взорваться. Три-четыре удара. А подойти, вот, нет. А повторный слева, слева, еще раз слева. И прошло. О чем мы с вами говорим? Повторный, вот, все. Вот и слева еще раз. Я имею в виду слева сбоку, он же летит за рукой. Промахивается. Американец отклоняется, он не ждет второго. И вот тут прилетает второй. И попадает точно от цели. Ну, это... Кстати, Тимурзиеву хорошо исполняет два боковые справа. Ну, когда он в хорошей форме, естественно. Ну, да, мы с вами говорили, что Чехии просто так ничего отдавать никому никогда не собирается. Хоть с ним будет боксировать, я не знаю, в лучшие годы Майкл Тайсон не отдаст Чехии. Умрет, но не отдаст. Вот черта характера. Это мужской характер. Но надо выигрывать. Ну... После трех раундов счет ничейный. Ну, вот я думаю, что Рахиму нужно прибавить немножко. Сейчас он в четвертом раунде прибавит за счет количества ударов. То есть повторные два слева, два справа, три удара. Понимаете, вот прибавит и все, и он подломает. Ну, вот он уже в минувшем раунде некоторые выводы сделал из своих ошибок начальных. Когда он абсолютно откровенно выцеливал, да, начал все-таки больше боксировать. Если он прибавит именно в этом компоненте, то... Думаю, ему удастся все-таки сломить соперника. На всякий случай, что касается Рахима Черкиева, а он завидовал путевку в упорнейшей борьбе с Роман Романчуком. В упорнейшей. И многие стали на Романчука. Но Черкиев выиграл, и вторым стал на чемпионате мира, и извоял путевку на Олимпиаду. И как бы там ни было, я считаю, что это... Рахим Черкиев один из претендентов на Олимпийское золото. Да, многие говорили, что вот такой бесспорный лидер, как Роман Романчук в нашей сборной, талантливейший и одаренный матушкой природой. Очень здорово. Но именно такого боксера победить, это говорит о многом. Это о многом говорит. То есть, Романчук, он... Веселая категория до 91 килограмма. И на ринге у нас... Рахим Черкиев сборной России и Деонтей Уайлдер сборной США. Вот интересно, сложно, да, вот выговаривать? Вот мы думаем... А для них не сложно, там Ваня Подковыркин тоже вот они как-то... Ну, это еще не самая сложная фамилия. Уайлдер это довольно распространенная фамилия. Ну, Деонтей, ну что ж, бывают и такие имена тоже. Итак, очень интересный бой нам предстоит посмотреть, потому что еще один перспективный, еще одна надежда сборной России, с кем мы связываем очень большие планы, это Рахим Черкиев. Да, очень мощный боксер, правосторонняя стойка, левша, ну, будем говорить, боксер такого силового плана, такой невысокий нокаутер, очень жесткий, хлесткий, вы знаете, вот мне он очень симпатичен, он такой работоспособный и, безусловно, способный и очень скромный человек. Очень скромный человек и тоже хотел бы ему пожелать успеха на Олимпийском поприще, но вот с такими ударами, которые бьет американец, до Олимпиады можно и не дожить. Нужно быть внимательным, ты выходишь на ринг сильным соперником. Он также, я имею в виду американского боксера, стал победителем двух турниров «Золотые перчатки» в 2006-2007 году. А ВВС не выиграл? Нет, ВВС не выиграл, он выиграл чемпионат США 2007-го года. Но это достаточно уже, это достаточно приличный результат. Ему тоже 22 года, вот, собственно, 21-22, все как под копилку в американской сборной. Я имею в виду возраст. А вы знаете, вот, опять же, начало поединка, Чехкиев населен на удар. Я про это всегда говорю, что когда боксер выходит, и он хочет просто ударить жестко, то редко, когда это сбывается. Ну, может, это вот какая-то горячность, все-таки южные ребята, я имею в виду, боксеры из Чечни, а Чехкиев из Дагестана у нас. Ну, хотят они в характере этого у них, вот, победить с явным преимуществом. Здесь есть одна вещь, о чем мы с вами не говорили. О том, что вот нету в углу Лебзика, ну, понятно, попадя на причину, он уехал с боксерами, с двумя боксерами, завоевать оставшиеся две путевки. И они не слушают никого так, как слушают Лебзика. Вот, Александр Борисович сказал бы, было бы так. Вот, я не знаю, о чем они говорят, вот, Чехкиеву в углу. Ну, надо немножко помягче, надо немножко побыстрее. Надо быть пожестче и пожестче. Помягче в движении. Нет, я имею в виду пожестче, советовать. Потому что Лебзик скажет, как припечатает, и все, они по неволе слушают. А вот, я же говорил об этом, что Лебзик пользуется большим авторитетом и уважением у боксера, потому что он выходец оттуда. Они его еще полненько он боксировал. И он все это знает, он все это понимает. Ну, давайте смотреть. Пока, во всяком случае, раунд не в пользу нашего боксера. 3-1 ведет Уайлдер. Есть о чем задуматься. Да, есть. И, значит, что касается Чехкиева, вы знаете, он немножко, он сжатый весь такой, весь вот на пружинах. Он прям вот... А надо расслабиться. Да, есть, надо просто бросать руки. Ну, для этого нужно будет, надо будет... Он ни одного удара с правой не ударил сбоку, ни одного удара передней рукой. Он бьет сильнейшей левой рукой. Ну, правой рукой поработаем, просто побросаем. Вот видите, только подходит и сразу левый швыряет. Вот. И это... Очень большая амплитуда, левая сбоку летит, ее видно. Ну, я не знаю, можно в это время пообедать, выспаться, и после этого только этот удар прилетит. Вот так вот. Ну, что ж, еще одно очко в копилку американского боксера. Вот смотрите, еще раз. Амплитуда, что он начал делать? Он свободнее стал чувствовать себя в риге американской. Да, амплитуда левого бокового очень большая. Видно все, видно. Ну, ты подойди. Надо скрыть этот удар. Я думаю, ничего страшного еще не происходит. Просто немножко точнее американец и неправильная тактика учи Киева. Тактика этого поединка. И вот после этого, когда американец ударил справа, когда Уидлер ударил справа и не попал... Очень неплохо бьет навстречу американец. Ну вот, посмотрим, это атака решительная. Нет, сколько было? Нет, я не говорю, что все-таки удары мы засчитали. Счет сейчас стал 6-3. Чуть-чуть приблизился Раким к своему сопернику. Ну и зал скрепенулся в очередной раз. Думаю, им это поможет. Вы знаете, эти ребята, вот американцы, которые боксируют сегодня на риге, они на Олимпиаде зададут жару. Хорошая перспективная команда. Ну, а вы знаете, я вам скажу, дорогие друзья, перспективная команда. Мы в 76-м году выиграли. Вот сейчас хороший удар. Чуть-чуть побыстрее. И не такая широкая большая амплитуда и не видно удара. А в 76-м году мы выиграли на матчевой встрече. И ваш покорный слуга боксировал. Выиграли у команды Соединенных Штатов из 11-й категории. Мы выиграли 9-2. Для того времени это был потрясающий результат. 9-2. И на Олимпиаду 76-го года в Монреале приехала именно та команда, которую мы выиграли. Которая проиграла вам. Так вот, скажу вам, мы встречались. Семь наших боксеров встретилось с семью. Боксеры-американцы. В счет 0-7 не в нашем пользу. А команда была... Это говорит о чем? Что они умеют делать выводы? Великая команда. Еще тут дополнить надо, что это братья Спинцы. Это Шугар и Леонард. Это Дэвис. Это 54-й чемпион мира. Это все чемпионы мира среди профессионалов. Ну, в раз в 100 лет. Как говорят американцы сами. Такая команда рождается раз в 100 лет. И вдруг мы опять увидели команду, которая тоже рождается. Ну, не в 100 лет, но в 25 лет. Ну, команда неплохая, скажем так. И олимпийские перспективы у них есть.